всем здравствуйте с вами сновь александр в ассортименте магазина первая коляска появился такой бренд немало известный как annex колясочки на мой взгляд достаточно интересные единственное вот я сразу вначале вам скажу слышал про то что они у кого-то ломаются почитайте в интернете много найдете отзывов что у кого-то там с рамами проблемы еще что-то но скажу следующее вот производитель заявил о том что они все недочеты которые были предыдущих поставках учили все это доработали усилили и клиенты которые приобретают из последних поставок коляски они довольны они не ломаются проблем никаких нет поэтому на сегодняшний день я не говорю про предыдущий коляски и на сегодняшний день коляска годная надежная как показ практика вот и поэтому нам стало интересно мы занялись этим брендом в магазине и соответственно вот она перед вами annex преимущественно вот используют эко кожу любители эко кожи много вот и вот пожалуйста как вариант для рассмотрения такая колясочка это конкретно коляска это кросс annex cross моделька который сейчас буду говорить она в комплектации два в одном изучать начнем с люлечки технические характеристики все в описании чуть позже добавлю на сайт 1 коляска и соответственно там изучите так начнем с вами изучать ее сверху вниз с люлечки люлечка вы видите она большая это не тот случай когда там ой короткая ой не власть здесь влезет ребенок и в конверте и в комбинезоне с этим все ровно все отлично она очень закрыта хорошо подходит для зимы даже такой бортик дополнительный из который можно поднять при необходимости и спрятать ребеночка от ветра от бокового дождя от чего угодно так естественно не промокает естественно не продувает с этим вообще все отлично все нормально так люлечка выглядит у нас и так она и сбоку тоже всякая кожа единственное дно здесь не деревянная а пластиковая кому это важно на мой взгляд давно главное нужно быть ровно и жестко а дерево там или что еще это уже на самом деле заморочки мне кажется так вот этот съемный у нас вариант накидочки накидочка кстати ночью такая толстенькая теплая так внутри что у нас внутри внутри все у нас так давайте я сейчас сниму отсюда сумочку они чуть позже я вам расскажу так люлечка у нас внутри выполнена ромбиками стиле аля mercedes так любит делать не только конечно же вот глубокая материал внутри приятный производитель заявляет что летом прохладно зимой тепло надеюсь что это правда кстати есть возможность здесь регулировать угол наклона ребенок чуть подрос можно его чуть-чуть так подсадить чтобы ему было интересно смотреть годно годно так что у нас еще давайте я покажу как ее снимать у нас здесь по бокам есть возможность отстегнуть перехватываем и соответственно носим что мне не понравилось у люльки нету ножек принципе никаких вообще вот вот кстати это регулировочка наклона ребенка и есть вот такая вот вентиляционная система блокируем и открываем чтобы была дополнительная вентиляция летом у ребенка так с люлькой мы с вами закончили здесь особо много не расскажешь так давайте теперь поставим на нее прогулочный блок и посмотрим на него где он вот он так прогулочный блок у нас возможности установки и по ходу движения и против хода движения поставлю ее по ходу чтобы вам было видно хорошо вот а бог большой естественно внутренние как кожа материал производитель заявляет что гипоаллергены качественные все здорово мне что важно для меня мягкие накладки на плечевой зоне на паховой зоне бампер есть перегородка такая но не хотите пристегнуть ребенка поставили перегородку и он у вас не выскочит под бампера так можно отстегивать как калиточка и посадить ребенка единственно с перегородка если то вы этого не сделаете подножка естественно регулируемая как без этого здесь всякая кожа все сделано понятно что легко чистится но не знаю насколько это будет царапаться от ботинок тут я вам не скажу козырек козырек нормальный большой козырек единственное нет никакого отверстия что вы смотрели за ребенком тут вот как-то так так что касается наклона где тут ручка вот по наклону наклоняется вместе с козырьком поэтому чуть-чуть он уходит назад и я не вижу здесь 180 градусов даже близко думаю градусов 160 может 65 но где-то так характеристиках я думаю вы найдете эту информацию я углу на глаз так по блоку в принципе вот какой есть большой нормальный вместительный блок без вопросов давайте немножечко сейчас посмотрим с вами на раму что из себя представляет рама на первый взгляд мне рама показалось на вид хлипковатой но когда здесь смотришь все поблизи вблизи здесь везде все крепления тоже металлические не пластика металл все с металлическими клепками все видно что усиленно может быть вот как раз таки в предыдущих версиях вот проблемы были здесь с этим я не знаю но на сегодня я вижу хорошо собранную раму крепко сделаны у меня вопросов к ней нет на раме кстати очень хорошая амортизация действительно классная естественно колеса передние блокируются колеса все кстати одинаково радиуса если не ошибаюсь 10 дюймов если я хорошо запомнил надувные колеса так что касается здесь багажника багажник здесь вот такой аля и стильный вот тип того вот необычный отстегиваем вот открывается доступ кладем что-то закрываем если надо принципе годится интересная функция так что касается тормоза мне сильно понравился тормоз он очень-очень легкий вот чё ногой смотреть пальчиком вот я нигде не видел такого тормоза чтобы он настолько легко вот закрывал блокировал прям не знаю где поднадавить поэтому здесь не обувь вообще невозможно покорябать ручка у нас тоже сока кожи естественно возможностью регулировки диапазон регулировки широкий на мой взгляд я вот что 86 роз соответственно смотрите вот там проецируйте под свой рост и поймете приблизительно как будет вам да какой бы рост не был вы все равно подберете удобное положение так смотрите давай теперь посмотрим как она складывается эта рама единственное смотрите прежде чем сложить всегда сделайте так чтобы вас колеса смотрели в обратную сторону а иначе не упрутся и не дадут вам сложить раму так ручку тоже лучше так сделать вот вот раму я считаю компактный багажник по месяце легко принципе хороший такой средничок средний размер скажем так для такой большой коляски имею ввиду она не огромные так вот в принципе по шоссе мы закончили хорошее годное шоссе я обещал вам еще показать рассказать немножко по сумочку на зисусская сумочкой такая сумочка рюкзак можно носить на спине ну и соответственно вешать спокойно на само шоссе вполне себе реально здесь кстати единственный косячок здесь нет термоотсека в сумке бутылочку нагрели то положите все остынет там же кстати дождевик москитка в комплекте все это есть так в принципе по большому счету добавить мне больше нечего все что хотел рассказать я вам рассказал вот подытожу свое мнение вернусь к началу разговора обзора точнее говоря говорил про качество слышал да что были косячки но на сегодняшний день принципе все в порядке все исправили повторюсь рама сделано очень хорошо и я слышал что с рамами было я не видел не знаю просто почитал немножечко обзоры жалуются на раму жаловались сейчас этих косяков нет а раз этого косяка нет то в остальном это прекрасная коляска мягенькая симпатичная практичная и недорогая принципе в рай 40 тысяч там чуть чуть больше она на сегодняшний день стоит я считаю она выглядит чуть подороже чем стоит мне так кажется может вы не согласны напишите в комментарии по с удовольствием посмотрю что вы там напишите ваше мнение но мне кажется симпатичная коляска вообще в принципе у них все коляски такие вот красивые дорого да богато как говорится выглядит поэтому как вариант стоит на нее обратить внимание на зиму на лето в принципе в любое время года она подойдет но выбор естественно как всегда за вами добавить мне принципе уже нечего если этот ролик вам был полезен интересен ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал это помогает мне делать для вас больше качественных обзоров и большое спасибо миров так ой пардон не миров так если но ему тоже спасибо первой коляске за то что предоставлен обзор вот эту колясочку annex cross хорошая годная коляска но вам хочу поздать хорошего грамотного выбора коляски для вашего ребенка и всего доброго до свидания